А мы продолжаем беседы с нашим путешественником из будущего Велеславом. И на прошлых наших встречах Велеслав рассказывал нам о техниках очистки тела. Для того, чтобы перейти в новое измерение, в четвёртое измерение, из третьего, нужно пройти подготовительные процессы. И самый первый процесс, который начинается, переход, подготовка к переходу, это очистка тела. Затем идёт очистка ума и очистка духа. И на прошлых практиках, на прошлых наших встречах Велеслав рассказывал нам о том, какие практики у него есть и как можно очищать самостоятельно своё тело. И я понимаю, что естественным продолжением нашего похода в будущее, похода в четвёртое измерение, является очистка ума и духа. И Велеслав с нами сегодня любезно поделится о том, как он видит следующий шаг на пути к переходу четвёртое измерение. Велеслав, дорогое тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья и все слушатели, которые нас будут смотреть. Сегодня я хотел бы немножко больше рассказать о том курсе, который будет у нас начинаться в понедельник, 15-го числа. Завтра у нас ещё будет встреча общая в 10 часов утра в скайпе. Если у вас есть желание, вы можете попасть к нам в группу. Я буду говорить немножко системно, потому что при первой встрече было очень много вопросов. Сказали некоторые люди, спрашивали, а есть ли мы начинающие, если мы, можно сказать, новички в этом, как можно быть в группе с людьми, которые уже там чистились один раз, второй раз. Поэтому мы решили в нашей завтрашней встрече на 10 часов утра... А завтра, скажи, пожалуйста, какое число? А может быть, скажешь? 13-е число, 13-е число, 10 часов утра. Поэтому все, кто желает попасть к нам на марафон, можно сказать, на первую встречу, потому что там идёт дальше курс очистки платный, но есть определённые, можно сказать, презенты или определённые скидки для людей, которые будут в группе. Очень важно, эта группа будет разделяться на две подгруппы. Будет для новичков и для более продвинутых людей, которые уже чистились, которые изучают определённые практики, йоги, медитации. Я буду систематизировать и рассказывать вам более глубже, что такое очистка, что такое восстановить тело, зачем это нужно. Именно со стороны продвинутых людей, потому что очень много проблем возникает у людей, которые уже занимаются определённой практикой. Почему так происходит? Происходит это потому, что когда вы начинаете повышать свою вибрацию, начинает в организме очищаться межклеточное пространство. Выделяется очень много токсинов, очень много солей, очень много шлаков. И они начинают отравлять наш организм. И в этом отравлённом организме из-за токсинов появляется очень много грибков, вирусов, бактерий, которые, казалось бы, раньше не было совсем. Но когда вы начинаете делать тиму, начинаете очищать себя именно за голодание, из-за каких-то моментов травы, когда вы пьёте или, например, что-то меняете в пище, начинает ваш организм выделять вот эти токсины. Идёт очень сильная интоксикация. Поэтому у некоторых людей начинает болеть голова, давление, происходят определённые процессы в желудке, в кишечнике. И это является основной причиной очистки снова и дальше. Потому что много людей говорят, да я уже проходил 2-3 курса, зачем мне это нужно? Я уже продвинутый, можно сказать, эзотерик в этом плане. Но как раз и этим людям приходится заниматься собой в повышенном уровне, усилять это, потому что нужно слушать своё тело. Если тело чувствует откат, если тело чувствует токсины и начинает организм стрессовать, у него происходит стресс из-за того, что происходит непонятное количество токсинов вдруг. Казалось бы, вы кушаете дальше вегетарианство или вы кушаете нормальные продукты свежие, но идёт такой автоматический откат. И психологически вы чувствуете, что вам нужно вернуться обратно. Вы идёте как бы в ступеньку обратный ход. И это как раз и плохо, потому что вы уже освободили клетки какие-то от токсинов. И туда уже нужно встраивать более свежие аминокислоты, более живое всё. Идёт восстановление клеток, идёт регенерация. И вы начинаете вдруг закидывать, если возвращаетесь в старый, предыдущий режим еды, бросается еда снова, и она встраивается уже в новую систему, человеку, и это ему повреждает. Ещё хуже становится, чем было. И много людей это не понимают. Они не могут додержать до определённого уровня очистку. Там нужно хотя бы 3-4 недели. Вы должны систематически за собой смотреть, наблюдать. Всё, что вам внутренний голос говорит. Ваше тело, особенно ваше тело. Где-то у вас там, например, боли. Особенно очень часто это заметно по позвоночнику. Идёт зажимы между лопатками, спина, поясница. Очень часто проблемы с желудком. Очень часто проблемы с печенью, потому что печень – это фильтр. Почки. И вот эти все элементы, они как раз являются уже как бы индикаторами того, что происходит в вашем организме что-то другое. И сами вы должны понять, что любая очистка – это в первую очередь стряк для организма. И в первую очередь организм начинает автоматически защищаться. Он начинает, как бы вот это вот осложнение, оно становится хроническим, как бы увеличивается. И люди очень много боятся. Ой, у меня произошло это, я не буду делать. А на самом деле это обострение, оно нужно. Потому что организм резко понимает, что нужно защищаться. И вот здесь главное выдержать определенное время. Неделя, две, а то и месяц – это очень важно. Когда вы не просто чистите организм, но вы еще выводите шлаки постоянно. И для этого есть определенные процедуры. Итак, по очистке тела сегодня, точнее говоря, сегодня я вам скину под видео ссылки, адреса на нашу завтрашнюю встречу. И вы можете попасть в группу. А сейчас я расскажу, что же дальше происходит. Как же мы очищаемся после группы очистки тела? Что нужно делать человеку? Как духовно наполнять себя? Как духовно осознавать свое тело, внешний мир, внутренний мир? Это очень важно. Какие идут дальше процессы? Как нужно себя развивать? На что обращать внимание? Вот в этом сюжете у нас есть вторая группа. Группа, которая называется «Включи себя». Это материал, собранный из очень многих источников, который давалось нам определенными учительскими системами, силами. И эта информация как раз и дает понять, что очистка как первая стадия, а духовный рост и вторая стадия – это начинать работать со своим эмоциональным телом, со своим внутренним миром. Что у вас внутри происходит, как вы эмоционально реагируете на события, почему вы в какой-то ситуации боитесь, почему у вас проявляется страх, почему проявляется гнев, обида, раздражение, осуждение человека. И вот эти качества – это как раз и есть работа со своим внутренним миром. Это как раз то, что нужно для духовного роста – познать себя внутри. Потому что мы настолько внутри скрыты и пытаемся показать внешнюю красоту. Да, мы внешне улыбаемся, мы внешне красиво одеты, мы внешне очень много эпатажного делаем. А внутри люди в большей части как раз находятся в внутреннем стрессовом состоянии, сбои. И вот когда вы начинаете обращать внимание, а это работа с собой, это работа со своим определенными состояниями, вы начинаете расширять вот этот вот диапазон восприятия, вы начинаете видеть себя с разных сторон. И вот как раз в группе мы прорабатываем, что такое страхи, что такое привязки, что такое пороки, как уходить от зависимости, как уходить от определенных эмоциональных напряжений и с друзьями, и с родственниками, и с семьей. Чтобы не было стресса, нужно понимать процессы. И как раз я в группе рассказываю, как понимать эти процессы. И в дальнейшем есть группы уже повышенным уровень изучения энергетических тел, изучения тел наших как матрешка. В славянстве рассказывали, что главная игрушка для детей, это была матрешка. И вот эта матрешка, она четко показывала строение структуры человека. Когда физически твердая часть матрешки, это есть физическое тело, а все остальные одевающиеся сверху оболочки, это есть тонкие тела человека. Вот это следующие уровни, которые мы рассказываем в группах. Поэтому я очень вам советую, попадая в группу по очистке тела, сразу готовиться в дальнейшем понимать, что вы на первых ступенях своего развития. Вам в следующие группы обязательно нужно включить себя. Что такое включить себя? Это включить себя как фонарик, который постоянно светится, который постоянно ищет информацию, который постоянно ищет знания, ищет практики, ищет опыт. Вот это то, что нужно человеку. И когда вы включаетесь, уже вы переходите в дальнейшем в следующую группу «Познай себя». Вы начинаете познавать через энергетические тела, через структуры, через определенные энергии. Это есть уровень уже развития в группах. Ну и у нас целая обучающая курс, целая обучающая программа, которая идет по нарастающей. И постепенно человек начинает приобретать больше знаний, больше умений, больше он не то, что видит в себе, он начинает видеть в других. И видит в других то, что резонирует в нем. Потому что все проблемы в человеке отражаются в других людях. Это его непринятие, его осуждение, его споры. Это и зеркальное отражение человека в нем. И эти люди, которые вокруг вас, они ваши учителя. Они подсказывают, что у вас негармонично, что может вас выводить в состоянии равновесия. Потому что гармония – это умение держать состояние равновесия. Это умение быть всегда сконцентрированным, всегда гармоничным, целостным. У вас достаточно энергии, достаточно опыта, достаточно знаний. Не только помогать себе, а это основное, но и помогать другим. Потому что другие будут видеть, что вы чувствуете себя хорошо, вы гармоничны. И они будут спрашивать, а как так можно сделать? А как можно войти в это состояние? Как можно это видеть в себе и понимать? И там мы рассказываем, как видеть энергетические тела, как понимать эти энергетические миры, которые есть, разные миры. Некоторые говорят только про астральные миры. На самом деле существует очень много миров. Есть и эфирные, и астральные, и ментальные миры, и каузальные, и бакхические. Что это только определенные слои энергии. Я даже больше вам скажу, это как пример для вас радиоприемник. У вас у всех в молодости радиоприемники. Вы крутили ручку и настраивали волну. Точно так же вы настраиваете свое сознание на определенную волну, на определенный диапазон, видеть эти миры. И вы со временем это все будете видеть. То, что в группе очень много людей как раз и раскрывают себя способности эти миры видеть. Итак, я хочу повториться. Вот группа «Включи себя» будет начинаться 19-го числа в 7 часов вечера. 19-го января. 19-го января, да. 19-го января. Это 19-е, 0-2-ое. Ой, февраля. Февраля, да. Видишь, я 0-2-ое. А то я потерялся. Здорово. Да, да. 19-го февраля 2021 года. Окей. Да, да. Это будет в 6 вечера. Давайте мы сделаем не всем, потому что у меня в 7 будет еще группа. 6 вечера. Итак, 19-го февраля 2021 года этого года. В 18.00. А где будет встреча? Встреча у нас будет тоже в группе в скайпе, поэтому мы сделаем вам внизу сноски, чтобы вы понимали, как попасть в скайп-группу. Вы просто или пишите мне на почту, я вам скину свой имейл, на почту адрес, или вы просто меня добавляете в друзья и говорите, я хочу попасть в группу или «Включи себя», или в группу по очистке тела. Или, например, более сложные группы, потому что есть группы по развитию способностей, есть группы по общению с другими цивилизациями, есть группы по созданию поселений, как люди будут обустраиваться жить в будущем. Мы создаем реально уже определенные, я нахожусь в поселении, и мы уже обустраиваем идеологию, мы выстраиваем те уровни знаний, которые передавались нашими предками, как люди будут жить в этих обществах, в этих общинах. И этот, можно сказать, будущий строй нашей планеты, потому что в данный момент мы видим, что происходит с многими экономическими процессами, политическими, которые происходят в других странах, что здесь нужно уже не бороться. Некоторые люди понимают, что без борьбы ничего не получится. На самом деле не борьба здесь нужна, нужна альтернативная информация, альтернативный уровень восприятия мира. Вы должны создать свой мир, вы должны создать свое общество, своих единомышленников, группы. И поэтому большая часть вот этих курсов, это есть поиск единомышленников, поиск людей с одинаковыми взглядами, с одинаковыми точками видения мира, с одинаковыми состояниями эмоционального вашего поля, гармоничным, сбалансированным. Вот это очень важно. И весь этот проект духовного развития, который у нас называется «Возрождение и Новый век», он уже существует порядка 7 лет, и в нем находится очень много людей, которые обучались, которые проходили курс, и они в любой момент всегда включаются в нашу работу. Поэтому мы не одни, нас не двое, не трое, а довольно-таки большое количество, которое может вам помочь в любых ситуациях. Итак, я передам слово Вярославу, может быть он хочет что-то спросить или сказать еще, и в общем-то основную часть информации я вам предложу. Вячеслав, благодарю. Итак, уточним, группа по очистке тела, кто еще не проходил этот курс, обязательно рекомендую пройти, поскольку очистка ума и души начинается с самого простого, очистки нашего храма. То есть очистка тела — это номер один. Если тело грязное, то речь о том, что можно очистить ум, душ, бесполезно. Ну, аналогия алкоголик. О чем можно с алкоголиком говорить в каких духовных высоких целях, если тело грязное? Поэтому очистим тело номер один. После этого очистки тела создаются прекрасные условия для того, чтобы уже очистить ум и душу. Ну, не душу, а дух. И, значит, для тех, кто хочет очистить, пройти курс очистки тела, встреча завтра, в субботу, 13 февраля, в 10.00 на скайпе тоже, да? Да, да. Друзья, все описания будут в этом видео. Вы можете найти. И 19 февраля для тех, кто уже прошел курс очистки тела, желает двигаться дальше, очистки духовной, очистки ума, предлагается следующая ступень — это курс «Включи себя». Ну и помимо этих курсов также есть целый лист других курсов для тех, кто уже более продвинутый, кто хочет обновить свои знания, кто хочет включиться на более высоком уровне, поскольку уже продвинутый. Вы также имеете эту возможность. У Велеслава, который возглавляет курс «Возрождение. Новый век», есть список курсов на разные уровни подготовки и на разные цели, которые вы хотите достичь, друзья. Велеслав, я бы хотел, чтобы ты сказал немножко для наших слушателей, кто первый раз слышит тебя о такой сегодня, для меня, например, он очень такой вдохновляющая цель — это эко-поселение. Я вот как прослушал недавно, за многие годы прослушал эту книгу Вадима Ромегрея «Анастасия», и просто вот после Индии, особенно еще 7 месяцев, будучи в Индии, там мы тоже жили на природе, в естественных условиях, вот простынь, футболка и шлепки. Вот все, что нужно было на 7 месяцев. Простая жизнь возвышенной мысли, как говорил наш духовный учитель Шила Прабхуфадар. Да, простые мысли, простая жизнь возвышенной мысли. И вот это то, что я понимаю, возникает, когда ты живешь на земле, ты живешь в экологическом поселении, где создаются важнейшие условия для того, чтобы перейти в новое измерение. Потому что мы ранее говорили на предыдущих наших встречах, живя в городе, где много суеты, где много страсти, невежества, очень-очень сложно выйти на новые высоты, поднять свои вибрации. В то время, когда кругом фонит низкочастотный. Трудно быть высокочастотным, например, среди невежества, грязи, среди алкоголиков. Поэтому вот экопоселение, я считаю, это важнейший шаг вперед в направлении своего развития, перехода в новые измерения. Можно метафорически, так как в Сибири есть места, даже в Гималаях есть места, где есть переход из одного измерения нашего, трех измерений, вот в высшее измерение духовное, в тонкие миры, в другое измерение, вот Шамбала, например. Также и здесь, в нашем пространстве, чтобы перейти в новые измерения, вот из города, перейдите в пространство экопоселения, окруженное единомышленниками, людьми, близкими по духу, по содержанию и по целям. И вместе мы сила, вместе мы способны пройти любые испытания и развиваться. Одному околочек и окружен семьей целой единомышленника, который думает так же и друг другу помогает. Скажи, пожалуйста, еще пару слов об экопоселении. Хорошо. Очень красиво Ярослав описал опыт свой, можно сказать, в Индии, как он жил на природе. На самом деле это очень важно, как он же объясняет в данный момент, что есть места, прямо физически проявленные места, где уже меняется измерение, где это ощущается, как будто бы вы врезаетесь в это пространство, проныриваете через какую-то пленочку, через какую-то энергию. Точно так же происходит. Вы, находясь в городе, вы находитесь таким колпаком, получается, это колпак и Грегора, вот этих вот систем, всяких программ, которые вас вынуждают постоянно крутиться, как белка в полисею, этих системах, и получается идет вот эта потеря постоянной энергии, утрата. И когда вы вырываетесь из этих состояний, когда вы даже мысленно выходите, а мысли, естественно, куда движутся мысли, со временем начинает двигаться ваше тело, то вы начинаете стремиться в те места, где есть вот эти вот энергии. И вот в таких вот поселениях, где люди пробуждаются, где люди, изучая и читая книги Анастасии, изучая книги, читая других людей, которые говорили о природе и о том, что нужно перемещаться в более чистые пространства, и вода, и фрукты, и овощи, все свое на огородах. На самом деле это не очень тяжело это все выращивать, это очень легко. И когда у вас группа людей, когда каждый делится каким-то своим опытом, знаниями, это идет такое перетекание опыта, мудрости. И вот когда вы переходите в состояние 3D-измерения, в состояние 4, вы настолько раскрываетесь, и тогда происходит как раз работа с вашим внутренним миром. Только тогда вы допускаете людей внутрь себя, близких, тогда вы делитесь своими какими-то эмоциями, какими-то снами, какими-то страхами, какими-то неуверенностями. И вот тут как раз идут проработки намного быстрее, идет такая коллективная работа. И здесь и для некоторых людей тяжело, потому что закрытость пространства, условно говоря, закрытость, потому что близкие люди, вы делитесь с ними, и вы как будто бы в одном пространстве. Но идет очень сильный внутренний как раз рывок, как раз скачок в этом духовном развитии. Потому что только в коллективном восприятии вы идете, через вас идет многократно увеличивается поток. Потому что когда вы один и читаете, и слушаете, через вас пропускают, через вас ваше тело, это как проводник, он пропускает через все энергии. Одна энергия идет сверху, другая идет снизу, космическая и земная. И такие способы, они соединяются в вас, и проходя через вас, опять выходят. Автоматически вы как проводник. И чем вы чище, вот есть очистка тела, чем вы гармоничнее и пластичнее для энергии, тем легче она через вас проходит. И уже у вас канал, который идет, он расширяется, расширяется, и проходит через вас более шире. И как раз на природе это происходит. Вы начинаете ощущать больше, у вас проявляются какие-то способности, у вас проявляется талант музыки, пение, можно сказать, сочинение стихов, у вас начинает открываться видение, вы начинаете чувствовать, понимать, вы чувствуете миры, энергии. Это все, естественно, как бы как следствие. Это не сирка, в которую вы пытаетесь приспособиться, а это уже как бы как презент, который вам дают за то, что вы наконец-то выбрали свое пространство и свое поле. И вот для этого вы как раз и переходите в это состояние. Вот здесь вы как раз и будете думать о том, что будет дальше. Потому что находясь в 3D мире, очень тяжело выйти с этих рамок, с этих ограничений, особенно они сейчас увеличиваются и увеличиваются и увеличиваются. Поэтому ваша задача сейчас набраться энергии, силы, попасть хотя бы в группу единомышленников, чтобы люди мыслили так же. И уже вы в группе будете решать, как вам действовать, какие вам нужно делать первые шаги, какой второй шаг, какой третий, с кем это делать, кто это прошел, как он может вам посоветовать это сделать лучше или проще. Вот к этим моментам вы должны готовиться. Поэтому я, уже находясь в нашем поселении 4-й год, я очень советую вам это почувствовать. В какой-то момент, даже приезжать к нам в поселение, вот после курса, который мы будем проводить в ближайшие 2-3 месяца, я приглашаю всех в поселение, мы покажем, насколько это все гармонично, насколько вы живете с природой, насколько сад, ягоды, фрукты, овощи, они все в вас, вами посажены и вами же дают любовь земли. Таким способом вы умеете набирать эту энергию эфира, энергию астральных энергий, которые существуют вокруг вас. Это и есть определенное состояние вашего эмоционального поля. Это ваша жизненная сила, которая увеличивается и увеличивается каждый раз. Поэтому по поводу энергии я буду рассказывать в других группах. Это очень глобальные, масштабные темы. Материала достаточно на любой уровень. По любому уровню уже вашего готовности вы можете попасть в группу. Поэтому пишите, звоните. Мы всегда рады будем вас видеть. И, естественно, помогать в любых сложившихся ваших сложных ситуациях. Всегда есть у нас люди, которые могут порекомендовать, посоветовать, поддержать. Ну и все, что могу я сделать, я буду вам помогать делать. Благодарю, Велислав. И, друзья, я хочу добавить. Вот как понять, когда пришло время тебе начинать подниматься на новые высоты, на новые частоты? Как понять, что тебе нужно чиститься? Как понять, что ты настолько загрязнился, что дальше невозможно благостно жить? И одним из показателей является ваше самочувствие, ваше состояние. Не сейминутное, управляемое умом, когда вы смотрите комедию или какую-то клоунаду, вас что-то веселит, ум. Это временное состояние. Замечали, наверное, когда часто на себе или на других людях человек улыбается, но как только улыбка ушла с его лица, ты видишь такое закаменевшее лицо, наполненное болью, наполненное переживаниями, обидами. И вот если вы чувствуете, что когда ум успокоился и на душе тяжко, на телеске вы чувствуете телесное ощущение, психосоматика, у вас скрученная спина, у вас кислый взгляд, жизнь хреновая, всё в кислом, в серых красках, и ум выключен, то есть никто вас в кино не смотрит, не смотрит комедии, вот это первый показатель того, что пора очиститься, показатель того, что ты не на своём пути, что ты заблудился, у тебя грязное тело, у тебя грязный ум, ты идёшь не в том пути. Нужно пробудиться для того, чтобы увидеть тот путь, которым ты должен идти изначально по своему предназначению. Если ты просыпаешься, и у тебя хреновое настроение, а сегодня какое большое количество людей просыпаются с плохим настроением, это тоже показатель того, что в твоём подсознании ты чувствуешь себя хреново, и пора что-то делать, и делать конкретно. Нет, будет завтра, есть только сегодня, нет завтра, только сегодня, в этот момент. Не делайте прокрастинацию, не откладывайте нас завтра. Завтра никогда не наступит, завтра может быть поздно. Время сегодня, здесь, сейчас. Друзья, поэтому я, это история для того, чтобы вы проснулись, и оцените своё состояние. Где вы находитесь? Если что-то у вас болит, у вас плохое настроение, вас не радует жизнь. Вы ищите возможность порадовать себя за счёт ума, каких-то раздражителей, вкусной еды на ночь, или какие-то фильмы стрессовые, комедии и так далее. И только они вас приводят в состояние умиротворения, благости, значит, вам точно нужно начать чистить своё тело и ум, наполнять благостью, радостью и счастьем. Друзья, всем любви и радости, живите в благости. Помните, что нет момента завтра, есть момент только сейчас. Будьте осознанными, развивайте себя, и ваше жизнь изменится. Благодарю всех, Вячеслав, благодарю тебя за то, что даёшь возможность нашему пространству наполняться, очищаться. И, друзья, если вам это отзывается, заходите по ссылочкам, которые есть к этому видео. Я уверен, что вы почувствуете возможности наполняться новым содержанием, чтобы изменить свою жизнь к радости. Благодарю. Амастер-кан.